А теперь Бамидбар. Это числа. Придется очень быстро пройти через две книги эти, просмотреть. Я уже преподавал этот материал. Но время, которое выделяется на изучение определенного материала. Если уже время распределено по-другому, то тяжело понять, как его использовать. Придется очень быстро проходить некоторые вещи. В английском книга называется «Числа». Потому что в начале и в конце исчисление идет из Израиля. Вот какой интересный факт об этом. Количество, которое оказывается в начале и в конце книги о народе Израиля, оно почти одинаковое. Хотя охватывает эта книга около 38-летний период. Но там есть определенный символизм. Как будто такое впечатление, что через это нам говорится, что ничего не изменилось, ничего не улучшилось и ничего не выросло. Никакого прогресса. Почему? Мы сейчас это рассмотрим. С шестой главы начнем. Есть определенная процедура, если человек дает обет Богу. Называется обет Назарейства. Это очень важно, потому что Самсон потом имел это. Мы видим, что Самсон был призван к этому обету. Взял на себя его. В Новом Завете мы тоже видим, что апостол Павел давал эти обеты. Ну, и, конечно, некоторые верующие тоже принимали эти обеты. И Павел был с ними и молился за них в храме. И мы видим, что верующие Нового Завета, которые верили в Иешуа, также до сих пор действовали по законам Торы. В конце шестой главы мы видим благословение Аарона. Все его знают. Теперь одиннадцатая глава. Люди опять жалуются. И говорится, что огонь от Господа сжег нескольких. Второй стих. Then in verse 4, it says, the mixed multitude Gave in to their weakness, and they began to cry once again. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали и говорили, Кто накормит нас мясом? Now, I can identify with this. If you have to eat the same food every day for 40 years. Ну, можно, конечно, понять, что если приходится есть одно и то же в течение 40 лет. Doesn't matter how good it tastes, you want a little something else. Неважно, насколько это вкусно, то все-таки уже хочется чего-то другого. So what do you do when life's circumstances, when you don't like it? Что вы делаете, когда вам не нравятся обстоятельства, в которых вы находитесь? So, they gave in to the lower part of themselves. Они дали волю своим, как бы, низшей природе. So finally they get to Moses. И начали доставать Моисея. Verse 12. Verse 11. Verse 11. He says, why have you done this to me? И сказал Моисея Господу, для чего ты мучаешь раба твоего? I can't carry this people. Я не могу нести бремя всего народа. Что, я должен их кормить, что ли? Verse 11. It's too heavy for me. Это слишком тяжело для меня. If I have to continue like this, you might as well just kill me. Если придется так продолжать и дальше, то лучше убей меня. А что говорит Господь? I'll give you help. Дам тебе помощь. Выбери 70 рейшин. And I'm going to take of the anointing that's on you and put it on them. Чтобы помазание, которое на тебе, было на них тоже. To spread the burden. Чтобы распределить эту ношу. Вот что случилось. Now let's ask ourselves a question. Давайте зададим себе вопрос. Could Moses have continued to operate by himself at the top? Мог ли Моисей дальше продолжать руководить? Maybe so. Может быть. Хорошо ли, что так получилось, что теперь еще 70 людей стали у лидерства? Может быть. Но может быть не очень хорошо, потому что это было как бы результатом жалобы. Когда говорится о том, что Бог взял помазание, или у нас написано, от Духа, который на Моисея и дал 70 старейшинам. Значит ли это, что помазание, которое было на Моисея, уменьшилось? Или, может быть, это означало, что то же помазание, которое было на нем, оно и оставалось на нем, но просто оно умножилось на тех людей, которые были вокруг. Ну, язык, которым здесь написано, он не дает нам нормального понимания. Я знаю, что люди, которые учат об этом, они оба варианта используют. Но потом происходит интересная вещь. Двое из этих 70 не подходят к скиней. Но помазание все равно сходит на них, и они пророчествуют. А Иисус Навин говорит, не позволяйте им делать этого. Что Моисей говорит? Моисей спрашивает Иисуса, ты переживаешь из-за этого ради Меня? Моисей говорит, нет, пусть все, весь народ Божий пророчествует. Если вы находитесь в служении, вам не стоит завидовать другим. Пусть у вас будет большое сердце. Просто позволяйте другим включаться в служение. Будьте счастливы, когда другие люди поднимаются для служения. Понимаете? И молитва Моисея заключается в том, что он говорит, пусть все пророчествуют, и Дух Божий почивает на всех людях. И на Шавуот мы именно это видим. Все верующие получают Духа Святого. Они способны пророчествовать. И Павел, когда говорит о языках, говорит, слушайте, я бы желал, чтобы все говорили на языках, но лучше пророчествовать. Так что, молитва Моисея, она как бы исполняется. Аминь. Окей. Now, let's go to chapter 12. 12 глава. Мириам и Аарон, Моисея, брат и сестра Моисея, Двое самых близких к нему людей в течение всей жизни. They complain that he married a kushite woman. Which was? This is verse 12, chapter 12, verse 1. Они жалуются, что он взял в жены эфеоплянку. She was a stranger, probably black. Она была иностранка, возможно, чернокожая. Now, why were they complaining about this? Почему они жалуются на это? Here's the deal. Often, people have kind of bitterness in their heart, or jealousy, or problems. Часто люди в сердце имеют или горечь, или проблему какую-то, или зависть. They're looking for something to complain about. И они ищут просто поводы, чтобы пожаловаться. И взяли вот такую вещь. Now, here's what else they say. Что они еще говорят? Has the Lord spoken only through Moses? Что Господь говорит только через Моисея? Второй стих. Не говорил ли Он и нам? Here's the deal. When someone in a congregation is rebellious, когда кто-то в бунте, в собрании, Он обычно будет говорить то, что является истиной. Но Он использует это в неправильном направлении. So, what Miriam and Aaron said was true. Итак, то, что сказали Мириам и Аарон, это была истина. Господь действительно говорил и через них тоже. Но это не значило, что Моисей не был именно тем человеком нужным. У Господа все в порядке определенном. У него есть свои лидеры. И Он хочет, чтобы у всех было помазание. Но если Господь дает помазание, не надо говорить, что, окей, у меня есть помазание, теперь я здесь главный. Понимаете? И Господь поразил проказы Мириам на неделю. В 13 главе Разведчики были отправлены в землю, чтобы исследовать ее. От каждого колена по человеку. И они провели 40 дней в земле, обещанной. И потом они вернулись. В 26 стихе. И показали им плоды земли. Принесли молоко, мед и виноград. И сказали, что это прекрасное место. Но они также сказали, что народ живущий на земле, то есть силеные города, укрепленные весьма большие. В 30 стихе говорится, но Халев успокаивал народ. Пойдем и завладеем землей, потому что мы можем одолеть ее. В 31 стихе говорит о том, что те, которые ходили, с ним говорили, не можем мы идти против народа этого, ибо Он сильнее нас. И в 32 стихе у нас написано, распускали худую молву, а там так более точно написано, что они дали неправильный отчет. В 33 стихе говорится, что мы были как саранча против этих людей. Вот что они сказали. Итак, правда ли это или ложь? Они сказали, там города укрепленные, очень сильный народ, они огромные. Правда это или нет? Да, это правда, но Господь говорит, что это плохое. Нет, но чтобы исполнить завет. Потому что часть завета заключается в том, что мы должны быть благословенными. И так Господь действительно дает нам возможность и согласно завету, чтобы мы были тоже благословенны. Но помните, что Господь призвал вас к большей цели, чем просто вы сами. И как бы установление завета, оно подразумевает обе эти вещи. Одна часть завета, чтобы вы были благословенны. Но еще часть должна быть исполнена. И это цель, которой призван народ Израиля. Так же, как Господь хочет благословить вас, но у Него есть большая цель, чем просто вы сами. Он хочет, чтобы Его Царство распространялось. Он хочет, чтобы в Его Царстве были люди, которые думают о Царстве. Господь благословит вас, чтобы вы были успешны. Но не забудьте, что часть этого благословения заключается в том, что вы используете эти ресурсы, чтобы распространялось Царство Божие. Окей, chapter 9. Сегодня перейдешь через Иордан. Но это не совсем этот день, а через день. Но смысл в том, что вот, пришли уже. А там сильные люди. И помните, люди говорили, кто может устоять против этих великанов? Но Господь огонь поедающий, Он будет истреблять их и не слагать их перед тобой. И когда это произойдет, не думай в своем сердце. Что Господь сделал это, потому что ты, например, праведник великий. Нет, Господь сделал это для того, чтобы исполнить завет с Авраамом и Цхаком Яковым. Вы видите, как часто упоминается этот завет с Авраамом и Цхаком Яковым в Второзаконии? Пусть это тоже будет у вас сейчас, ну, закрепиться в вашем духе. И когда Господь молится за народ, просит Бога за народ, просит, не разрушай народ свой, не убивай их. Он постоянно говорит Богу, что вспомни завет. И вспомни, что другие народы подумают о твоем великом имени. Итак, если мы люди, которые думаем о завете, и если в нашем разуме Божья слава и репутация Его имени, то когда мы становимся успешными, мы будем знать, что с этим делать. Потом напоминание о Синае, о непослушании. Опять непослушание. Но Бог вас... Но Бог простил вас, и вот вы готовы войти в эту землю и быть успешными. Десятая глава, Бог сделал второй набор табличек. То, что я упоминал несколько дней назад, это то, что есть некоторые места в Писании, где, как бы, весь смысл Торы, он заключен, как бы, в нескольких высказываниях. Есть 613 заповедей. Но их принципы, как бы, можно сократить до 10 заповедей. Потом Михей 4, 8. То, что Три вещи, которые Бог призывает делать. И Раввины говорят, что все можно свести к одному. Это Аввакума, о том, чтобы праведник веры уже будет. И вот места, в которых Бог, как бы, упрощается. What does the Lord, your God, require of you? Verse 12. Chapter 10, verse 12. 12 стих. Чего требует от тебя Господь, Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего. Ходил всеми путями Его. И любил Его, и служил Господу твоему от всего сердца твоего, от всей души твоей. Чтобы соблюдал заповеди Господа. Что Господь здесь говорит? Говорит, что это не сложно, это легко. Не думай о том, что есть 613 заповедей, о которых тебе нужно беспокоиться, учить, углубляться, и запоминать, и думать, как это все исполнится. Не, помни о чем эти заповеди. А не об отношениях. Люби Бога. Потому что 15 стих. Потому что... Только отцов твоих принял Господь и возлюбил их. Если бы мы постоянно помнили это. Что хождение с Богом — это отношение любви. Нам заповедь дана любить Его. И что он здесь говорит? Он говорит здесь то же, что мы видим в Новом Завете. Потому что Бог первый возлюбил нас. И если мы просто помним, то соблюдение заповедей становится намного легче. В 16 стихе мы видим идею, которая потом продолжается в пророках и в Новом Завете. «Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковы ины». Потом здесь как бы такая последовательность мысли очень интересна. Как эти отношения любви выглядят? Что значит обрезать крайнюю плоть сердца? Значит, иметь сердце открытое на Бога, мягкое к Нему. Потом как раз поэтому Бог объясняет и говорит о том, чтобы наблюдать за сиротами, вдовами, пришельцами. Любить Бога — значит заботиться о людях. Если мы любим Бога, то мы должны иметь сострадание к слабым и справедливым быть к Ним. Понимаете? Видите, как часто эти вещи связаны в Торе? Одиннадцатый стих говорит о том, что люби Бога и храни... Чаптор 11. Чаптор 11, verse 1. Now, in the daily prayer... Одиннадцатая глава. There are actually three portions that are called the Shema section of the Shacharit service. В каждой дневной молитве есть три, как бы, такие раздела... You know, the synagogue service developed from the temple service. И, как бы, служение в синагоге, оно отделено было от служения в храме. Как бы, была одна и та же модель. Но, как бы, когда синагоги распространяться стали... То появилось во время служения, как бы, три раздела таких. Шма. Шма. Ямидар. Ямидар. И Тора. И Тора. Но, как бы, эти три такие момента, они, как бы, подразумевают собой молитву вокруг вот этих вот вещей. Когда, вот, наступает вот эта вот первая часть Шма, есть молитвы перед этим, после. Но сердце, как бы, всего этого, это не только Второзаконие 6, но также еще несколько писаний. И это, как бы, вот, как раз с 13 по 21 стих, это вторая часть вот этого вот Шма. Если вы будете слушать заповеди мои, как я заповедую вам сегодня, там искренне написано. Любить Господа Бога вашего и служить Ему от всего сердца вашего. Это, как бы, такая связь с шестой главой. И говорится о том, что за это будут благословения. В 18 стихе говорится, положи все слова мои в сердце твое и в душу вашу, и навяжите их знак на руку, и на глазах повязку сделайте. Опять связь с шестой главой. И раздел, который мы не рассматривали, это третья часть Шма, это числа, пятанская глава. И это будет напоминание о том, чтобы сделать себе цициты или кисти на краях одежды своих. И это будет напоминание о этом Завете и Десяти Заповедях. Возвращаемся к Второзаконию, 12 главе. Смысл здесь в том, что Господь, когда народ войдет в землю, изберет одно центральное место для поклонения. И что Он говорит? Говорит, чтобы не приносили жертвы, где только хотят. А почему так? Что верующие говорят сегодня? Мне не нужно ходить в церковь. Бог везде. Он слышит меня и так, все мои молитвы, когда еще слова нет на устах моих. Это правда? Да, это правда. Но иногда мы используем правду, чтобы не делать того, что важно. Просто чаще всего такие люди хотят жить своей жизнью. Они не хотят быть частью собрания. Потому что не можешь быть частью собрания, не соблюдая каких-то определенных правил. Господь знает нашу тягу к тому, чтобы жить своей жизнью и создавать свои собственные правила. И поэтому Господь говорит Израилю, что будет одно центральное место поклонения. И там нужно приносить жертвы и приношения. Говорит, что можете есть мясо, где вы только хотите. Но чтобы приносить жертву, нужно приходить именно в это место. Тринадцатая глава. Очень важная глава. Что если появляется пророк или сновидец? И являет чудеса и знамения. Очень впечатляет. Человек совершает такие чудеса. Господь говорит, что если Он указывает тебе на других богов, не верь Ему. Всякий чудотворец, который пытается увезти тебя от Бога Израилева, побить его камнями. Но это проблема сегодня, не правда ли? Есть чудеса, есть люди, которые совершают чудеса. Но не каждое чудо от Бога. Я помню, мы с моим другом раздавали как буклеты в одном из магазинов в Кливленде. И мы начали говорить с одной женщиной, такой уже в возрасте. Но она, наверное, не такая старая, как я сейчас, но тогда выглядела она уже в такой возрасте. И я помню, она посмотрела на моего друга и сказала что-то о нем, о его жизни. Я очень рад, что она это мне не сделала. Я испугался, как она это знает. Но мой друг это пропустил, как мимо ушей. Это его не беспокоило. И понятно, что там было какое-то сверхъестественное знание. Но и она хотела ввести его в какую-то оккультическую штуку. Но это его не беспокоило, слава Богу. И многие верующие были, ну, есть такие верующие, которые были бы очень заинтересованы и слышали бы это. Слушали бы это с удовольствием. Есть проповедники, которые совершают чудеса. И многие верующие думают, что это дает им особый авторитет, чтобы учить таким людям. Не значит, что если человек совершает какие-то чудеса, то его учение имеет какой-то авторитет серьезный. 14 глава 22 стих говорится об десятине, о поддержке левитов. То есть, есть племя, колено, которое не имеет своей земли. У них есть небольшая земля вокруг городов, где они должны жить. Достаточно для того, чтобы они выращивали пищу для себя. Но недостаточно для того, чтобы жить с этого, то есть наживаться на этом, там, продавать. Так как же они должны жить, выживать? Остальные, как бы, колено, они должны поддерживать их. А левиты должны быть таким коленом, которое обучает народ. А левиты, как бы, связаны со священником. Нет такого, то есть нет такого человека в обществе израильском, которого были бы деньги, и он не должен был бы ими делиться. Седьмой, пятнадцатая глава, седьмой стих, говорит еще раз, здесь упоминание о том, чтобы следить за теми, кто бедный. Потом шестнадцатая глава. О Песохе, Шавуот, и Суккот. Помните, мы видели то же самое, мы видели в Исходе. В Левите все семь праздников и Шаббат в одном месте. Здесь опять напоминание о том, что трижды в год каждый мужчина должен идти в Иерусалим. Здесь говорится о трех наиболее важных вещах в нашей жизни. Восемнадцатый стих. Помните, мы вчера говорили о том, как должны действовать рассмотрение дела и интерпретация, толкование. И вот здесь, как бы, ключевая часть. Восемнадцатая глава, восемнадцатый стих. Во всех жилищах твоих, которые Господь Бог твой даст тебе, поставь себе судей и надзирателей по коленам твоим, чтобы они судили народ судом праведным. Не извращай закон. И не смотри на лица. Помните, мы уже читали в Торе, где говорится о том, чтобы не давать превосходство ни богатому, ни бедному. Вы будете иметь общество, где закон выше, чем люди. Так же говорится о том, чтобы не брать взяток. И Торе нужно толкование. Мы увидели, что толкование уже нужно было еще до того, как они вошли в землю. Числа двадцать семь и тридцать шесть. И они приходят прямо к Моисею. Но Моисей не будет постоянно с ними. И не будет никого такого же, как Моисей после Моисея. И не будет такого человека, у которого будут все ответы. И поэтому говорится о том, чтобы такой появился институт судей в этой земле. И они будут толковать Тору. И они будут применять эти все конкретные ситуации. И двадцатый стих говорит, Правды, правды ищи, дабы ты был жив и овладел землей. Семнадцатая глава, шестой стих. Говорится о том, кто совершил грех. Тот, кто совершил злодеяние, и он не может быть осужден, если есть только один свидетель, должно быть три. Двух или трех. И говорится дальше, что если тяжело вынести решение по поводу дела, то говорится о том, чтобы пойти в место, которое Бог избирает. И в девятом стихе говорится, И приди к священникам, левитам и к суде, который будет в те дни, и спроси их. Другими словами, есть высший суд и низший суд. То есть, Тора функционирует как конституция, но нуждается в интерпретации. И, как бы, всякий закон действует на основании Торы. Ну, и, естественно, должны быть какие-то прецеденты. То есть, случаи конкретно. И в одиннадцатом стихе говорится, что согласно тому, как они скажут, все, как они тебе говорят, то так поступай. Не уклоняйся ни направо, ни налево. И тот человек, который отказывается исполнять приговор судии, должен умереть. Невозможно жить в обществе, в том обществе, в котором каждый человек отказывается жить по правилам этого общества. Ну, просто не может существовать такое общество. Из 14 по 20 стих. И когда ты придешь в землю, которую Господь дает тебе, захочешь царя, то Бог даст тебе царя. Но он умножит в себе и жен, и коней. И в 18 стихе говорится, когда он сядет на престоле царства, должен списать для себя список Тору, чтобы он поучался в ней все дни своей жизни. Чтобы научился бояться Господа и сохранять закон. Что это говорится тут? Что даже царь должен подчиняться закону. Понимаете? Древние культуры не функционировали так. Это что-то новое. Даже в христианской Европе была такая доктрина о как бы божественном праве царя или короля. Который гласил так, что закон царя – это закон для всех, кроме него. Но реформация изменила это. И установила то, что закон Божий выше закона царя. Я не могу описать, насколько это было революционным изменением и революционной идеей в древнем мире. Перерыв и потом... 10 минут.